К 15-й годовщине своей конституции, провозглашающей главными ценностями человека, его права и свободы, Казахстан подошел с длинным списком заключенных в тюрьмах людей, чьи наказания называют политически мотивированными. Среди них делала правозащитника Евгения Жовкица, который на неделе получил премию Андрея Сахарова от Норвежского комитета правозащитной хельсинской группы, и делала поэта Аарона Табека. 11 политических сегодня встречает День Конституции за колючей проволокой. Вот их лица и запомните их имена. Айдос Садыков, Алпамыс Бектурганов, Арон Атабек, Евгений Жовтис, Ерганат Раншив, Курмангазы Утигенов, Мухтар Джакешев, Рамазаны Сергепов, Руссен Туяков, Тахниас Кучуков, Али Бек, Журмабаев. 32 статья Конституции гарантирует гражданам свободу мирных шествий и собраний. Однако основной закон со стороны казахстанским судам по боку в отношении людей, решившихся на акции протеста, используется статья 373 административного кодекса республики. Только в этом году взысканиями в виде штрафов и арестов подверглись Айнур Курманов, руководитель общественного объединения «Толмаз», независимый журналист Сергей Дуванов, журналист газеты «Голос» республики Жанна Байтилова, Есимбек Укачешбаев, председатель общественного объединения «Оставим народу жилье», еще с два десятка журналистов, активистов неправительственных организаций и оппозиционных политиков. «Верните народу Конституцию!» Под таким призывом объявила голодовку Алламатинская пенсионерка, доведенная до отчаяния и движимое своим правом, прописанным в основном законе страны, правом на жизнь. И поступок маленькой женщины, пожалуй, самая значимая и знаковая акция к пятнадцатилетию Конституции Казахстана, юридически закрепившей президентскую вертикаль. Для кого вертикаль власти, а для кого – ось зла. Продолжение темы интервью лидера незарегистрированной партии ОЛГА Владимира Козлова, кстати, не рассудимого по статье 373. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. О своих правах люди заявляют, пытаются заявить с помощью какого-то митинга, флеш-моба, раздавая какие-то листовки. Вот ваша партия ОЛГА, вы не подсчитывали, сколько ваших таких митингов заканчивали с какими-то арестами, штрафами? Я могу сказать на скидку, что порядок этих цифр, например, если говорить о людях, которые были подвержены преследованию за те или иные проявления, как митинги или шествия, людей таких сотни, случаев таких, наверное, тоже приближено к этой цифре, во всяком случае, многие-многие десятки. То есть это, скажем так, для нас это обычная практика. Вот и вы ходите вы там на Арбат, в Алматы, с каким-то транспарантом, говоря о том, что, например, ну что, на Зарбаев, не может ли идти ревнации, но вы облевали, предполагаете, предполагаете посредствия того, что будет? Либо штраф, либо какой-то срок. На что вы надеетесь, когда вы на это идете? Или это и есть особый казахстанский путь к демократии или к дегитивной конституции? Вообще, конечно, мы, когда выходим на подобные акции, мы всегда предполагаем для себя, что мы правы, что мы пользуемся конституционным правом, которое предоставляет нам уведомительное право. Что касается казахстанского пути, наверное, это так, но, наверное, это все-таки обусловлено тем, что теми условиями, в которых находится казахстанское общество, именно условия, это те, которые постоянно сужают область применения гражданских прав. Если бы мы были в других условиях, наверное, это было, нельзя было назвать казахстанским путем, но сейчас, наверное, можно. Сегодня, накануне празднования 15-летия казахстанской конституции право-гласные научные исследовательские институты, политологические центры приводят пример соседней религии, говоря о том, что вот модернизация, последняя модернизация их конституции, переход на парламентскую форму управления, это большая ошибка, что это приведет к анархии, к всему прочему. Как вы считаете, все-таки подобные сценарии, крыгызанские сценарии частично в части смены в форму управления возможны или в Казахстане? Я думаю, что мы сегодня еще не раз будем слушать, читать, смотреть различные точки зрения, которые будут пугать нас киргизей и говорить о том, что там обязательно все будет плохо. Более того, я думаю, что власти и Казахстана, и России будут стремиться делать все, чтобы у Киргизии не было хорошо с ее парламентской республикой, потому что это очень такой, скажем, реальный пример другого исполнения государственной власти прямо отличного от того, что есть в Казахстане и в России. И если этот пример вдруг окажется еще и успешным, а находится он от нас в двух часах езды, то, конечно же, мы обязательно воспользуемся этим положительным примером. в этом смысле я желаю киргизской новой власти и киргизской парламентской республике конечно же успехов. вот если сравнивать США и Казахстан, учитывая даже историю государственности этих двух стран, даже конституция Америки, она была выстрелена, ее возможно американцы заслужили, может быть в Казахстане та же независимость, которая нам перепала вот так вот легко и все прочие другие исторические события нам просто необходимо пережить это время и тоже заслужить свою конституцию. Пережить и заслужить для меня существуют разные понятия. Потому что можно пережить где-то в наре в берлоге, но тогда не переживешь. Потому что все, что делается без твоего участия, делается не в твоих интересах. Это делается в интересах тех, кто участвует в этих переменах, модернизациях и всем прочем. Поэтому гражданам надо понять, что из нары, из берлога, из каких-то там еще схронов надо выбираться и посредством даже тех механизмов, которые сегодня существуют, но игнорированы общество. Выборы и все такое и прочее. Посредством даже этих механизмов стараться добиться изменения к будущему для себя. Валерий Иванович, я благодарю вас за интересную беседу. До свидания. Всего доброго. В этот день 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане прошло первое ядерное испытание. До августа 1991 то есть до момента закрытия полигона там было произведено почти 600 взрывов. Последствия на людях и окружающей среде будут ощущаться поколениями и годами. Очередным испытанием становится передача территории бывшего ядерного полигона на сельскохозяйственные нужды. Подробности в нашем следующем материале. видео. Подписывайтесь